Приветствую вас, друзья! Конечно, есть у человека, если он вспомнит, а может вспомнить сразу, а может вспомнить чуть-чуть, как говорится, подумав, естественное состояние, в котором, как говорится, безоблачно, в котором, как говорится, мысли текут спокойно, сами, как облака, ничего внутри не задевая. Никаких долгов нет, никаких невыполненных обещаний, никаких нет обязанностей, никому морально ничего не должен, никаких грехов нету, никаких нет откуда-то ожиданий, которые ты должен выполнить. Когда ты без страхов, когда ты без комплексов, когда ты, ну, короче говоря, когда тебе так спокойно, ровно, комфортно, но такая нирвана. Нет никакой эмоциональной задействованности, нет никаких раздражителей, у тебя времени, сколько ты хочешь, чтобы думать о том или ином, думать без страхов, комплексов, шаблонов мышления. Вот это состояние естественное для человека. Я его назвал в своё время нейтральным состоянием или нулевым состоянием. Это состояние, я как писал на сайте своём старом stress.su, это как нейтральное положение в коробке передач, когда можно переключаться. Это, ну, это который человек научился управляемой саморегуляцией, может переключаться по своему желанию на разном направлении. Например, в поток. Поток – это то же самое нулевое состояние, только задействованное в какой-то деятельности, в которой ты входишь, о которой пишет Чексент Михаил. Ну, это когда в активной деятельности, или когда ты размышляешь над чем-то серьёзным, глубоко сосредоточен, там в этот момент тоже нет страхов, стереотипов, нет авторитетов, и ты там можешь изобрести такое новое, чего ты сам даже вчера не предполагал. Ну, мы же и говорим на нашей школе Чекбошу, Хомофутурусу, как находить себе это состояние, вот это нулевое состояние, и как, освобождаясь от нервно-мышленных зажимов, в любом деле переходить в поток. Это же ведь одно и то же, это в пассиве для восстановления, гармонизации, восстановления баланса, гармонии с собой и с миром. А то в потоке, когда ты во вдохновении, в творчестве, да, там тоже нет страхов, стереотипов, там тоже свободный поток ассоциаций по теме твоего размышления. Свободный поток ассоциаций в теме размышлений. Ну, такое у вас бывает, когда вы проснулись, еще не задействовались, так сказать, не вспомнили все ваши проблемы. Лежите себе, такое безоблачное состояние, а потом вдруг вспомнили и включилось все. Вот пока не включилось, вот это эмоциональная отрешенность, созерцательность. Или когда засыпаете. Ну, короче говоря, вы можете вспомнить это состояние у себя. Оно может быть, у вас возникает часто вот это естественное состояние, когда вы можете сказать, да, ничего не болит. Ни душа не болит, ни палец не болит, ни ухо не болит. Ну, такое состояние, когда ты никому ничего не должен. Это же такое необыкновенное состояние. Понять бесценность этого состояния. Может, только в сравнении. Когда тебе плохо, когда у тебя что-то болит, когда ты в стрессе, когда ты в страхе, когда тебя что-то напугали. Вот, пугает завтрашний день, что ты не знаешь, как решить какой-то вопрос, визит, когда моклов меч. А тут ничего нету вот этого. То, что тебя раздражает. Ты свободен. Вот это состояние нулевое. Даже если ты в нём некоторое время находишься подольше чуть-чуть, то, может быть, даже переходит в некое бездумие. Такое умиротворение на душе, такое благоденствие, такая безграничность, такой покой эмоциональный, дистанцированность. Ну, как бывает, когда ты какую-то музыку слушаешь, задумался глубоко, или лежишь на пляже, смотришь, как облака плывут, и тебе так хорошо. Или это бывает после большой нагрузки. Ты сидишь, и тебе всё пофигу, извините за выражение. Ну, это так легче понять. Или после оргазма люди это испытывают. Ведь там тоже были напряжения в ритме определённом нарастания, а потом после пика напряжения такая свобода, летаешь там где-то над облакат. Я вам просто пытаюсь разными способами напомнить это состояние. И когда вы его практикуете с помощью подбора действий, синхронных к вашему тихущему состоянию, будь то страх или паника, когда вы подбираете действия, которые вам подходят по критерию максимальной комфортности по зелёной зоне, когда вы подбираете действия, которые вам подходят, например, волна, вот вы так плещетесь, как волна, и переживаете, о чём переживается, и переживаете, может быть, вот так. То есть подбираете то, что вам максимально комфортно. Вот это вот критерии важные, обратите внимание. Делайте не то, что там кто-то советует, как надо делать, а как вам приятно. Когда вы подбираете действия, которые вам соответствуют, вы не тратите на них силы, не тратите энергию, энергию, и поэтому вы их не цените. По существу метод, когда мы обучаем саморегуляции, путём подбора действий сихронных к вашему тихущему, индивидуальному состоянию, чтобы вы сами могли это делать, без всякой посторонней помощи, чтобы точки опоры были у вас. Я вам хочу напомнить, что это бывает ещё и в любимом деле. Или когда вы занимаетесь любимым делом, вы тоже обо всём забываете, вам хорошо и никто вам не мешает. Послушайте меня внимательно. Мне надо, чтобы вы написали вопросы в комментах, чтобы я сообразил, как лучше вам объяснить, что такое это нулевое состояние, почему оно иногда называется нирваной, потому что там есть эмоциональная краска приятности, эндорфины такие вот. И почему мы в стрессе находимся в такой дикой мобилизованности, зажатости, когда у нас не эндорфины, а адреналии. Ну вот, я хочу, чтобы вы научились выходить из кризисов, из критических ситуаций и в чрезвычайных ситуациях находили в себе точку опоры, чтобы вы могли быстро соображать, как ориентируются во всякой неопределённости. Чтобы вы могли быстро соображать по любому вопросу, то бишь изобретать неординарные решения в условиях жёстких ограничений по времени, в любой момент. Ну поэтому мы говорим часто о нулевом состоянии, как эталония, который ваше естественное состояние. Я хочу, чтобы вы его оценили. Вспомнили и запомнили. Вспомнили и запомнили. И у нас там бесплатные ликвезы бывают, на которых мы об этом говорим, как это сделать и как решать с помощью этого восстановительный процесс или подходить к какой-то деятельности, чтобы там быть в потоке. Да. Короче говоря, пожалуйста, пишите комменты с вопросами. Мне это нужно, чтобы я мог быстрее, лучше найти слова, с помощью которых вам мог это объяснить. Вот видите, как получается? Чем больше мы примеров приводим, чем больше мы говорим более доступным языком, тем больше людей получают способы для того, чтобы регулировать своё состояние от пика напряжения до пика расслабления, когда им нужно восстановиться или мобилизоваться, чтобы могли быстро регулировать себя. Управляемая саморегуляция. Дополнительно к автоматической, которая у вас от природы есть и которая иногда не справляется, но даёт перебои. Сегодня в веке ускоряющихся ритмов. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok